Всем привет, друзья! Добро пожаловать на канал Андрея Грини, и сегодня у нас опять все для народа. Ну, нет, вы, наверное, неправильно поняли, все для народа это игра так называется. Короче, мы заканчиваем 15 сентября и отправляемся домой, ну, наверное. Так, смотрите, за этот день у нас плюс один в Шахтерском районе к репутации, плюс два в Басаарском районе. Ну, а в остальном все немножко похуже, зато минус 10 отношения власти. Это, наверное, совсем плохо. Хм, я, кажется, решил бухнуть немножечко, да? Да, представляете, только что взял и бросил меня, ничего не объяснив. Мне так больно все это видеть, такое ужасное безразличие. Я так зла на этого неблагодарного, как он мог так поступить со мной? Действительно, некрасиво, зря он так. А здравствуйте, вы у нас впервые? Да, я недавно в городе, неплохо тут у вас. Недавно? Прям как наш новый глава горкома. Тогда вы, наверное, должны попробовать наше светлое пиво, привезли только утром. Да, спасибо, одну пинту, пожалуйста. А насчет главы горкома, разрешите представиться, Фрэнсис Ривер. Так это... Здравствуйте, товарищ глава горкома. Извините, что подслушала, но... Товарищ Ривер, какая приятная встреча. Взаимно. По-моему, он дундук, на самом деле. Ну, в смысле, я дундук, да? Знакомиться в баре вот с такими девушками, конечно же, глава горкома. Ну, естественно, она не из-за этого со мной знакомится. Совершенно. Всегда думала, что на руководящих должностях сидят одни старики. Думаю, вы слышали про курс партии на омоложение кадров. Эмма Дормер, кстати. Можно на ты? Тогда я просто Фрэнк, Эмма. Что же тебя так расстроило? Понимаешь, Фрэнк, некоторые мужчины просто не ценят того, что для них делают. Это так подло. Ну, давай не будем об этом, не хочу портить вечер. Ммм, кажется, вечер перестаёт быть томным. Тогда за этот вечер. Кажется, вечер плавно перетёк в ночь, да? Тут как бы забухалово полнейшее. Ммм, продолжение банкета? Хм. Давно я так приятно не проводила время, Фрэнк. Может, стоит повторить? Завтра, например? Тогда в то же время и в том же месте. Господи, я играю за идиота. Вот честное слово, реально. Пятница, 16 сентября. Только успел приехать... Блин, у тебя такая секретарша на работе. Доброе утро, Фрэнсис. Здравствуй, Хелен. Смотрю, ты решила, что выходной тебе сегодня не нужен. Ой, я, пожалуй, возьму выходной в другой день, если вы не против. К тому же, вы не заполнили официальные бумаги по распределению бюджета. Это не самое простое дело, и я не смогу себя простить, если оставлю вас без должной помощи. Хорошо, Хелен. Так какие там официальные бумаги мне нужно заполнить? По распределению бюджета, Фрэнсис. Средства ограничены, мы должны выбрать два ведомства, которым город сможет увеличить финансирование. Однако, прежде чем выбрать службу для финансирования, вам стоит ознакомиться с докладами от них. Я сложил их в стопке на столе вместо жалоб. Так, ребят, я, в принципе, уже определился заранее, по разговорам уже определился, даже поэтому можно особо не читать. Вот у нас пожарный комитет, у него самая поганая, пожалуй. Это положение вещей. То есть служебных машин мало, износ имеющейся служебной техники 70%, то есть это полная жопа. Короче говоря, пожарные у нас идут вне очереди. Вот кого вторым выбрать, ну, теоретически, блин, я даже не знаю. Ну, наверное, полицию. Мне кажется, полиция, вон им тут расширение штата нужно и так далее. Короче, да, я думаю, что полицию. Вижу, вы уже закончили. Я хотел бы еще раз посмотреть, нет, я готов принять решение. Да, Хелен, кажется, мы пришли к определенному взаимопониманию с товарищем Честером, так что первым ведомством будет милиция. То есть мне даже выбрать не дают. Отлично вообще. Славно, осталось выбрать второе. Второе, пожарный комитет. Хорошо, Фрэнсис. Дальше я справлюсь сама. Хелен, подожди, а нам самим оставшихся денег хватит? Всегда хватало, правда, товарищ Лейбовский время от времени звонил в областной комитет и договаривался о поддержке, если в бюджете осталось слишком мало. У нас 9К осталось в бюджете. Ему шли навстречу? Необычно. Ну, эти звонки область не радовали, если вы об этом. Но да, деньги вскоре появлялись. Что ж, придется и мне попытать удачу. Уверена, все будет хорошо, Фрэнсис. Позвоните в областной комитет, чтобы запросить пополнение бюджета. Блин, мне уже самому звонят. Товарищ Ривер, вам звонок от главы пожарного комитета. Соедини меня, пожалуйста. Алло, товарищ Ривер, это подполковник Байер. Здравствуйте, товарищ подполковник. Я хотел сказать, что очень благодарен вам за то, что вы серьезно отнеслись к моей просьбе. Я у вас долгу, товарищ Ривер. И в качестве благодарности я отправлю к вам своего внештатного сотрудника. Энтони усердный и крепкий парень. Уверен, он вам пригодится. Буду иметь в виду, товарищ Байер. Я сказал все, что хотел. До свидания, товарищ Ривер. До свидания. Кто еще? Товарищ Ривер, вам звонок от начальника ОВБ. Соедините меня, пожалуйста. Товарищ Ривер, это Честер. Звоню поблагодарить за ваше решение. Можно подумать, что ты не знал до этого. Не за что благодарить, товарищ Честер. Без милиции нам никуда. Рад, что мое первое впечатление о вас оказалось верным. Если вам когда-нибудь понадобится моя помощь, стоит только позвонить. Приму к сведению, товарищ Честер. Помните, я говорил вам про стажера. ОРОЛ закончил с последним поручением, поэтому я отправляю его вам. До свидания, товарищ Ривер. Будущий милиционер на службе горкома? А мне это нравится. До свидания, полковник. Так, значит, жалоб у нас, как я понимаю, сегодня нету. С ними мы разобрались. Что у нас здесь происходит? Так, городской комитет жизнеобеспечения. В этический комитет партии поступило сразу несколько анонимных обращений, указывающих на недопустимое поведение товарища Кевина Броуди, редактора отдела социального развития Железного Вестника. Его обвиняют в безнаказанных домогательствах к стажеркам, временами выливающихся в крайне непристойные действия. Это слишком серьезное обвинение, чтобы оставлять их без внимания. Ну и начать официальное расследование, опираясь на непроверенные данные, представляется нежелательным. Партия поручает вам заняться этим щекотливым вопросом. Определите обоснованность обвинений и отчитайтесь о собранной информации в областной комитет. Блин, зря я ее как бы до этого отправлял. Кстати, у нас два новых балбеса, да? На службе партии. Это, как я понимаю, пожарный, а это у нас как раз Кларк Оруэлл, полицейский. Короче, стажерку нам не отправить, если только кому-нибудь в платье из них одеть. В принципе, вот Эрика Хоффмана можно было бы. Так, проследим за этим Броуди, вдруг чего обнаружим. Давайте туда полицейского отправим. Он же, наверное, умеет следить-то, а? Так, тут у нас что? Агент притворился работником социальной службы, стал проводить свой опрос. К сожалению, ему не удалось узнать ничего полезного. Не в последнюю очередь, потому что работники овощебазы пытались приударить за Кэти, что ее сильно смутило. Впрочем, она была близка к цели. Прискорбно, что вы не справились с поручением, которое не должно было составить трудности для руководителя вашего уровня. Наводит на определенные размышления, не так ли? Подумайте об этом, пока инцидентом занимаются настоящие профессионалы. Блин, зря я ее реально туда отправил. Обломался, короче. Так, Шахтерский район товарищу Фрэнсису Риверу. Какие-то художники от слова «худа» вздумали устроить выставку своей мазни в пустом помещении бывшего хозяйственного магазина по улице Оранжевых рабочих. Интересно, это не та выставка, которую я разрешил, но денег не очень дал. Разумеется, никакого разрешения у них нет. Значит, не та. Зато есть толпа друзей, которая кричала дежурному наряду что-то про искусство и грозила чуть ли не массовыми беспорядками, которые мы увидим, если сейчас разгоним их шабаш. Лично я думаю, что это полная чушь. Картинки у них страх, да и только. Уверен, никому и в голову не придет бунтовать из-за такой дряни. Единственная причина, по которой этих молочиков еще не отвезли в обезьянник, недостаток ресурсов ОВБ. Вы прикалываетесь? Я бы только что бюджет поднял. Все-таки ликвидацию несанкционированного мероприятия следует проводить по всем правилам. С оцеплением. А это значит, что придется снимать оперативников с улиц. Поэтому я предлагаю привлечь пожарных. Они и зевак отгонят, и водичкой помогут, если что. С уважением, полковник Джон Честер, начальник ОВБ по городу Железному. Так, никаких погромов. Будем умнее. Договоримся с художниками. Мы их не бьем. Они закругляются за 4 дня и прибирают за собой. Блин, последние 9 тысяч. Ладно, мы тратим. Вы решили перехватить инициативу у организаторов. И не прогадали. Охраняющие выставку милиционеры лишили выставку атмосферы протеста, без которой она мирно завершилась в оговоренные сроки. Так. Короче говоря, все понятно. Здесь мы все решили. Все вопросы здесь у нас отпали сами собой. Кто там меня еще беспокоит? А, дорогуша, это ты? Фрэнсис, вы же хотели сегодня уйти в 7. А уже почти в 8. Да, хотел, но дел слишком много. Не могу же я все бросить. Но все равно спасибо за напоминание. А то, наверное, я так и остался бы тут сидеть. Всегда пожалуйста, Фрэнсис. Я хотел бы вас предостеречь. В городе ходят слухи о каких-то убийствах. Кто-то видел амбала со шрамом на глазу. Скорее всего, это просто глупости. Но все-таки будьте осторожны. Думаю, случись что-то подобное, мне бы уже сообщили. Не стоит беспокоиться. Сейчас так. Тыдын, звонок, и мне сообщают, да? Так, значит, че, позвоним в область, че? Секретарят областного комитета слушает. Говорите. Эм, здравствуйте, это Горком Железного 1. Нам требуется внеплановое расширение финансирования. Товарищ Ривер, так у нас дела не делаются. На этот раз так и быть, выручим. До сих пор вы... Минус 30% отношения власти и денег мне всего 65к накинули. Че-то как-то не очень. До сих пор вы держались неплохо, но в будущем старайтесь справляться сами, как полагается ответственному партийцу. Благодарю, до свидания. И давайте мы займемся еще и ресурсами. Последнее дело на сегодня. Дни до отправки у нас получается ноль. И дефицит просто по всем фронтам. Окейушки. Давайте мы, значит, во-первых, поднимем доинтенсивную смену. Конечно, это не порадует наших работников везде. Ой, господи. И, значит, здесь тоже везде мы ставим по максимуму. Напрягать так напрягать. 35 нам надо будет обязательно оставить на складе. Не знаю, получится, не получится. О, по-моему, по-моему, ребят, не получится, как мне кажется. Тут 12 и 12, да, надо будет? О, да. Нет, подождите секундочку. А если мы сделаем вот просто вот таким вот макаром? Здесь, соответственно, 3. Ну, просто сейчас по плану нам надо там пятилетка за 3 года и все дела. Потом как-нибудь наверстаем, я надеюсь. Так, Альштадт. Давайте 6. Ну, вот, Вальштадте все-таки придется по максимуму вводить, потому что, как видите, полумерами мы не обходимся. Так везде у нас более-менее все. А в Вальштадте все не очень хорошо. Ну, и, кстати, давайте еще что-нибудь, наверное, поднимем. Вот, допустим, чтобы потом все это в один день не пытаться получить. Сделаем вот так, наверное. 30... А, 31. Да что ж такое-то, а? Не получится. Сорямба. Хотел бы, но не получается. Да более того. 34. Непорядок. Ну, давайте вот так попробуем сделать. Все, день можно завершать. Плюс 2 шахтерский район. Это, видимо, за выставку, да? То есть, несмотря на то, что мы, как бы, всех напрягли работать, у нас шахтерский район пошел в плюс. Это просто замечательно. Хоть где-то, хоть какие-то плюсы. А... Это не чувак со шрамом на глазу, нет? И что я с ним там делаю? Эй, уважаемый! Зовут его Райан. Вы мне? Тебе, тебе. Кому же еще? Садись, выпьем вместе. Ты же не откажешь ветерану войны? Похоже, выбор у меня небольшой. Это еще почему? Я не заставляю. Я собирался встретиться с одной прекрасной дамой. Но, похоже, что меня не дождались. Ха, ну и да, мы пошли. Меня моя даже с войны дождалась. Давай знакомиться лучше. Рональд Райан. Бухнем понемножечку. Блин, пивасик такой, так аппетитно. Даже, блин, в черно-белом варианте он прям аппетитно выглядит. Значительно лучше, чем на вкус, на самом деле. Фрэнсис Ривер. Ривер? Ну и фамилия у тебя. Хе, ты че, из детдома, что ли? Нет, из детдома был мой дедушка. Не повезло ему. Да и тебе тоже могли бы уже нормальную фамилию взять за столько-то лет. Не знаю, а мне нравится моя фамилия. Необычная, выделяет из толпы. В нашем обществе не принято выделяться, Фрэнсис Ривер. Ладно, не обижайся. Вы сказали... Давай на ты. Блевать охота от показной вежливости. Ты говоришь, на войне был? Ну да, был. Воевал на Корских островах. Исполнял, понимаешь, свой интернациональный долг перед трудящимися мира. Да только вот местные нам были не очень рады, Фрэнк. Тише, тише, не говори так. А что, сдашь меня в политотдел? Нет, но... Да даже если и сдашь, то что толку? Меня и так уже хотят со свету жить, Фрэнк. И даже медаль моя тут не поможет. Я отработанный материал. Иждивенец. Никому не нужный оловянный солдатик. Сначала лишили пенсии, а теперь суки. А теперь перед нашими слушателями выступит товарищ Шнайдер. Может, я могу помочь? Я все-таки... Эй, Рональд. Эй, ты чего? В боевые действия на Куорских островах показали всю мощь нашего народного оранжевого ополчения и флота. Герои коммунного отечества громили реакционных паразитов, бившихся в тело братского Куорского народа. Рональд. Рональд, ты чего? Хренакс? Да что эти сосунки знают о войне? Что они вообще знают, суки? Мда. 17 сентября. И меня уже опять хотят к телефону. Ривер на связи. Алло, Фрэнк? Это Рейнон. Да, привет, что случилось? Нет, но скоро случится. Тебе должна будет прийти заявка на митинг от местных трудящихся из профсоюза. О как, не скажу, что это нормально, когда рабочие вдруг сами подают заявки на митинг. Пусть даже и профсоюз, обычно этим партия занимается. Но у нас тут все не как у людей. Могу сказать, что менты закидывают меня своими запросами на проверку профсоюзного движения уже почти месяц. Но там все чистенько, Фрэнк. Никакой контрреволюционной деятельности нет. Зачем тогда милиция пытается вставлять им палки в колеса? Может потому, что начальник ОВБ сын директора завода, которым недовольны рабочие? Не, вряд ли. И еще, Фрэнк, понимаю, что у тебя нет формального повода им отказать, но на твоем месте я бы не стал давать разрешение. Последнее, что нам нужно, неуправляемая толпа на главной площади города. Это может обернуться чем угодно. Не уверен, что отказ городского комитета их остановит. Что думал? То есть сказал. Решать тебе. Понял, принял. До связи, Коппер. Пока, Фрэнк. Блин, да кто ж там опять-то, ешкин ты кот. Опять ты, дорогуша. Доброе утро, Фрэнсис. Доброе, Хелен. Что у тебя на сегодня? В городской комитет пришла заявка на проведение митинга от профсоюза рабочих. Секретариат уже ее рассмотрел? Да, заявка пролежала в горкоме почти неделю. Ходила по комитетам. Ясно. Неделю, говоришь? Ну, могло быть и хуже. Оставь на столе, пожалуйста. Постараюсь с ней побыстрее разобраться. С вашим темпом работы все остальные службы едва ли будут поспевать за вами. Значит, буду для них примером. Может, это их подстегнет. Едва ли, но будем надеяться. Ясно, понятно. Так, давайте займемся сначала все-таки распределением наших ресурсов. Я думаю, что можно на стандартный режим работы перевести. Заводы. И сначала мы сделаем вот таким вот макаром. То есть мы ежедневные просто нужды проставим. Кстати, могли бы это по дефолту поставить, чтобы это все не выставлять каждый раз. Железные 2. Вот у меня такое ощущение, что ресурсы нужны только для работы сверх графика. В каком-то нештатном режиме. Во всех остальных хватает стандарта. Точнее, ну, нуля. То есть мы им ничего не отправляем. Так, ребята, что я хочу. Давайте мы парочку вот из этих вот, допустим, раз и два. Вот эти вот мы переведем в режим повышенного количества ресурсов. То есть мы получим побольше, сделаем себе небольшой запас. Как-то так. Так, с распределением ресурсов мы разобрались. Давайте посмотрим, что тут нам за письмецо. Приветствую, товарищ Ривер. Это снова Пауль Траубе. Представляете, девочки с почты подарили мне бутылку хорошего иконьяка. Так рады, что избавились от воплей и сальных шуток заведующей Хопфен. Но пишу я не только за тем, чтобы поделиться радостью. Кажется, я снова откопал нечто интересное. А именно подпольное казино. Только вдруг не подумайте, что я сам вдрызг проигрался и решил отомстить. Всегда предпочитал другие игры, да и пенсия маловато. А вот один мой старый приятель был грешен. Был, потому что переломы рёбер напрочь отбили у него страсть к азарту. Собственно, с больничной койки он мне всё и рассказал. Находится наш притон на улице Теодора Найта. В полуподвальном помещении под бывшим музеем. Игроки собираются вечером и расходятся к утру. Внутри несколько столов для карт, холодильник с минералкой и пивом. За порядком присматривает некий молодой человек приличного вида. Скандалистов вышвыривает парочка быков, сидящих в отдельной коморке. Попасть в число избранных непросто, нужны рекомендации. Но зато не надо платить за вход. Достаточно время от времени делать ставки. На первый взгляд ничего ужасного. Ну да, незаконно, так и фарцуют импортом. Незаконно, но всё же все понимают. Приятель мой, допустим, Джек, тоже так думал. Тем более, что немного поиграть средства позволяли, наверное. Вы уже догадались, что произошло дальше. В очередной раз проигравшемуся Джеку пришла в голову гениальная мысль. Одолжить немного денег у заведения. Чудо, разумеется, не произошло. И он отправился домой в глубоком минусе и с недели отсрочки. Даже тогда Джек не понял, с кем связался. И потому решил, что его кредитор запросто подождёт лишние пару деньков. Это была большая ошибка. Спустя ровно 8 дней Джека встретили прямо в подъезде. Трое крепких кентийских парней даже не стали с ним говорить. Просто переломали бедолаги кости. Само собой, милиции Джек про казино не рассказал. Поэтому ОВБ ищет обычных хулиганов. Подозреваю, что без особого усердия. Конечно, вы просто можете натравить на доморощенное казино товарища Честера. Вероятно, после этого казино закроется. Но где гарантии, что на завтра оно не откроется на соседней улице? Нет, с ребятами нужно разобраться всерьёз. А это значит персонально. И вот Пауль Траубе снова воображает себя великим сыщиком. В само казино человеку с улицы ход заказан. Поэтому пришлось нацепить старенькое пальто, помятую кепку и усесться с газеткой на лавочке неподалеку от нужного места. Маскировка под бездельничающего дедушку сработала идеально. Как бы не вжиться слишком сильно. В первую очередь меня интересовали люди, заходящие внутрь. Раньше первых клиентов, которые приходят вечером. После этого требовалось как-то их опознать. И всё это нужно было сделать быстро, иначе меня могли заметить. Но с этим справиться я кое-как сумел. Настоящая проблема была в другом. Как отличить обычных жильцов от работников казино? Я же не могу составлять по фамильной списке. Ладно. Положим, что амбалов я узнал сразу. Это ребята Джабадайн Спрингса. Но из них мы ничего не вытрясем. Тупы как пробки, исполнительные как хорошие официанты. Значит ловить нужно крупье. Пришлось подумать. Сомнительно, что преступники потрудились бы всё так слаженно организовать, если бы речь шла всего об одном подпольном и горном доме. Должен быть ещё хотя бы один, в другом районе. Вскоре я подтвердил свою догадку. А помогли мне в этом всё те же быки, любившие приезжать к своему рабочему месту на такси. Рожи у них и впрямь. Колоритные. Так что оставалось спросить таксистов. А это дело техники и денег. К слову, довольно значительных для пенсионера. Была ещё и опасность того, что кто-то из них навешает не лапши на уши, а сам стуканёт Спрингсу. Тогда жди беды. Впрочем, пока всё хорошо. А как будет дальше, посмотрим. Второе облюбованное бандитами местечко, к моему удовольствию, оказалось совсем рядом с моей старой редакцией. Столько лет ходил мимо этих домов и не знал, что там гнездо разврата. Ещё похуже нашего. Пришлось рассиживаться и там. Спустя несколько дней я собрал информацию по двоим подозреваемым, которые появлялись в обоих домах. Спасибо старым связям и подвешенному языку. Ещё один человек так и остался для меня загадкой. Так, что у нас здесь есть? Оливер Круспе. Проживает по соседству с казино на Теодора Найта. По идее, старова для нашего крупье, но выглядит весьма молодо. Приходит, как по расписанию, день через два. Вроде работает каким-то железнодорожником. Интересные отношения с соседями по лестничной клетке, которые наотрез отказались что-либо о нём рассказывать. Либо они его любят, либо боятся. Женат на школьной учительнице, двое маленьких детей, 3-4 года. Живёт, читак Круспе, как все. Слышал это не один раз. Имри Войс. Бывший студент нашего славного техучилища. Сейчас не пойми кто. Приходит в оба здания время от времени. Видимо, системы нет. Не учится и не работает. Был замечен в каких-то странных компаниях. Ходит в потрёпанном плаще. Я бы и вовсе не стал его упоминать, но что-то с ним неправильно. Не так выглядит опускавшийся на социальное дно ютцы. Опускающийся. Слишком уверенная походка, слишком смелый взгляд, плащ нарочито старый, а ботинки всегда чистые. Ну или я просто схожу с ума под старость лет. Это обыкновенный бездельник. И незнакомец. По виду младше Круспе и старше Войса. Блондин в каком-то сером свитере, чуть ниже меня, обычного телосложения. Можно подумать, я знаю, какого он роста. Дважды заходил в притон на Теодора Найта. Один раз в притон рядом с редакцией. Больше ничего на него нет. Упоминаю его исключительно на всякий случай. Пока все. Надеюсь, что вы со всем разберетесь, ведь даже законченные лудоманы не заслуживают того, чтобы им ломали кости. Так, ну ребят, мне кажется, что это студент. Потому что Крупья обычно молодой. Незнакомец, блин, как его искать? Давайте лучше проверим реально студента. Потому что этот, ну семьянин, железнодорожник, ну хрен его знает. Вот Имри Войс мне как-то больше импонирует. Вы изложили свои подозрения в отношении Имри Войса. Молодой человек был задержан и после непродолжительной беседы со следователями стал давать показания. Действительно, он работал Крупье в подпольных казино. Оказалось, что в Железном 1 их 4. Расследование продолжается. С этим делом мы разобрались. Что у нас тут? Господи. Так, это о проведении, так, уведомление о проведении публичного мероприятия. Ребят, ну тут можно как бы много чего прочитать, но мне кажется, что это все чушь. Я давно для себя принял решение. Я разрешу проведение мероприятия, потому что ко мне, помните, приходил, подходил глава вот этого вот профсоюза еще на митинге. Он что-то хотел мне сообщить. Короче, там не все так гладко. Кстати, тут паспорта указывается. Может, кредит на них взять? Так. Товарищ Ривер, не знаю, проверили ли кто-нибудь этаж выше на предмет нарушения общественного спокойствия. Господи, это опять тот старпер, который жаловался на шум. Мы тогда отправляли туда ОВБ. Нет, ребят, я не хочу больше видеть жалобы от этого человека. Идите лесом, сударь. Вы не собираетесь тратить драгоценное время своей единственной неповторимой жизни на жалобы товарища Шеллоу. Надо запомнить его имя и все, больше, больше мне не давать его письма. Товарищ Ривер, у вас в городе творится нечто совершенно возмутительное. Я первый главный редактор Железного Вестника. Работал в газете с момента ее основания. Недавно я вышел на давно заслуженную пенсию. И что же, на мое место вдруг поставили некую Сару Честер. Ну, действительно, некую. Которая даже пишет с ошибками. Это редактор-то явный перебор даже для человека с такой фамилией. Я взываю даже не к профессионализму или состраданию, но к банальному читательскому вкусу. Прошу, сделайте этой дуре выговор. А лучше выгоните в зашей и возьмите на ее место кого-нибудь грамотного. Ну, ребят, выговор, мне кажется, это... Ну, такое себе. Не, можно, конечно, попробовать. Ну, ладно, давайте мы ей выговор сделаем. Больше все равно мы ничего не сможем. Сара Честер получила заслуженный выговор. Теперь ей придется пройти краткий курс переподготовки под началом товарища Гюнтера Шустера. Возможно, ее родственники будут слегка недовольны, но им придется смириться. Не буду же я всем Честерам задницу лизать. Пошли они в задницу. Блин, что-то масло масляное какое-то. Фрэнк. Вчера парочка обделенных природой детин из ОВБ сцепились друг с другом на почве национальной мать ее ненависти. Дело было так. Сержант Карл Келлер и рядовой Джон Оксли патрулировали улицы, как вдруг наткнулись на пьяного кентийца, вопившего что-то непотребное про товарища Ганса Бауэра. Местную партийную шишку. Дескать, тот притесняет несчастных кентийцев с Железного-1. Келлер приказал своему подчиненному задержать алкаша. Но тот сначала отказался это делать, а потом и вовсе накинулся на сержанта с кулаками. Благо быстро подоспели дружинники, которые помогли скрутить Оксли и доставить его к нам в отделение. Теперь самое интересное. Понятное дело, что по-хорошему Оксли заработал себе лет 10 тюрьмы. Но Фрэнк, не мне тебе рассказывать про интернациональную обстановку в нашем славном городе. Посадим дурака и все может стать еще хуже. Так что думай сам, дело сложное, поэтому к твоей рекомендации прислушаются. Ребят, закон есть закон. Мне кажется, что это правильно. Рядового Оксли ждут 5 лет колонии с лишением всех званий, наград и социальных гарантий. Его жене и двум маленьким детям придется уехать к родне в Колден. История была разрешена быстро и тихо, не получив особенной огласки. Видимо, сочувствующих сотруднику ОВБ нашлось не так много. Ну и слава богу. Товарищ Ривер, только представляете, в музее Великой Оранжевой Революции прорвало трубу. Разумеется, обычно мы решаем такие проблемы и без вмешательства главы городского комитета. Но сейчас мы наткнулись на мерзкое бюрократическое препятствие. Администрация музея не может впустить наших работников на территорию особо важного культурного объекта. Без вашего официального разрешения. Искренне прошу вас прощения за то, что отвлекаю по такой мелочи от работы. Ох, господи. Разумеется, чините трубы скорее. Вы дали разрешение на проведение ремонтных работ. Работники комитета жизнеобеспечения быстро устранили неполадку. Однако в ходе ремонта из музея пропал дневник самого товарища Вольфрама. Вольфрама? Авраама, что ли, Линкольн? Приложив все усилия, вы смогли остановить утечку информации о пропаже и заменили экспонат копией. Жесть вообще. Вот один раз пустили в музей сантехников, называется. Так, временные трудности, вызванные интенсивным обновлением общества, пробуждают в людях низменные стремления. Так ОВБ все чаще регистрирует случаи бессмысленного вандализма. И мы считаем, что не имеем морального права оставаться в стороне. Наш комитет «Даешь красивый железный один» сформировал список инициатив, применение которых поможет переломить ситуацию. Мы предлагаем рекомендовать судам ужесточить наказание за соответствующие преступления, организовать серию лекций о вреде вандализма под названием «Наш милый общий дом», обеспечить добровольное дежурство граждан в районе наибольшего риска. Дора Хэй... Дора, кто это? Хотя нет, не хочу знать. Ну, ребят, я что-то не понимаю. Вот это все вот они рекомендуют, но им надо 3000 бабла. Нет, ребят, нет, 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 нет. Вы отклонили предложение странного комитета. Похоже, что это расстроило его участников. Ну, если я даже не знаю, кто это, какого черта мне думать о том, что они там, блин, расстроились? Так, и последнее. Так, что у нас тут? Агент незаметно преследовал похотливого редактора по всему городу. Он вел себя не слишком осторожно и был раскрыт. Но кое-что выяснить все-таки успел. Он узнал, что анонимные обвинения справедливы, и Броуди действительно не дает прохода любым молодым девушкам, которые попадают в редакцию. Так, в пределах разумного, значит, это можно отправить кого-нибудь покрепче, пусть растолкует товарищу. Так, Броуди уже... Да, вот, Броуди уже уволился, просто сам этого еще не знает. И где-то у нас тут был... Но полицейского отправлять смысла... А, мы не можем его отправить, пожарного фиг с ним. Так, вот этот товарищ. Он вроде бы тут у нас служил где-то, после службы в народном ополчении. Угу. И, в принципе, веселый. Ну, единственная физическая форма... Ладно, фиг с тобой. Давай. Вот тебя отправляем. На самом деле, вот с ними вообще ни черта не понятно. Попробуй по этому описанию, которое, в принципе, похоже, друг у друга у них, понять, кого же все-таки отправлять. И на какое задание. Очень сложно. Здравствуйте. Отдел внутренней безопасности города Железного-1. Здравствуйте. Это Фрэнсис Ривер, глава городского комитета. Соедините меня, пожалуйста, с товарищем Честером. А почему мне звонили? А я спрашиваю. Ну, интересно. Минуточку. Соединяю. Полковник Честер на связи. Добрый вечер, товарищ полковник. Здравствуйте, товарищ Ривер. Чем обязан? Я хотел бы поговорить с вами о предстоящем митинге рабочих. Да, эти... Настоящие инсургенты. Слушаю вас. Инсу... Да, эти самые. Хотел сказать, что как глава горкома я намерен дать разрешение на проведение их демонстрации. Это опрометчивое решение, товарищ Ривер. Я настойчиво рекомендую вам этого не делать. Мы должны дать им выпустить пар, чтобы обстановка в городе смогла разрядиться. От милиции потребуется следить за порядком и не допустить провокаций. Проще было бы посадить лидером. Вам так не кажется? Доверьтесь мне, товарищ полковник. Я смогу все уладить. Вы ведь помните, о чем мы с вами договаривались? Сотрудничество. Дело обоюдное. Товарищ полковник. Хорошо, товарищ Ривер. Я сделаю, как вы просите. Надеюсь, мы оба не пожалеем об этом. Благодарю вас, товарищ полковник. Всего доброго. До свидания, товарищ Ривер. Так, ну что, все на сегодня, нет? Понятно. Фрэнсис, вам пришли какие-то документы из ОВБ. Спасибо, Хелен. Оставь на столе. Еще к вам посетитель. Он не представился? Представился товарищем Штрассером. Он, кажется, не местный. Штрассер? Это же один из моих преподавателей. Хелен, пригласи его, пожалуйста. Хорошо, Фрэнсис. Преподавателей? Хм, интересно. С этого момента поподробнее. Здравствуйте, товарищ Штрассер. Очень рад встрече. Привет, Фрэнк. Я тоже. Не ожидал вас здесь увидеть, какими судьбами. Сюда меня привело дело о самоубийстве Лесли Тернер. Она была заслуженным партийным работником и даже считалась потенциальной преемницей товарища Лебовски. Но после того, как на его место назначили тебя, она купила веревку и мыло. Вы всегда умели поддержать, товарищ Штрассер. Правда, глаза колет, да? Ладно, я не из-за этого пришел. Хотел увидеться со своим любимым выпускником. Так, еще... Ага, понятно. Здравия желаю, товарищ Штрассер. Фрэнк, привет. Здравствуй, Рэй. Привет, дружище. Как у вас тут дела, товарищ Штрассер? Я слышал, вы по делу товарища Тернер? Да, пустая формальность. Скучное дело. Ее приемная дочь утверждает, что Лесли в последнее время сильно переживала из-за гонки за кресло главы горкома. Люди иногда просто сгорают, совсем как спички. Товарищ Штрассер, неужели вас потревожили на пенсии из-за такого пустяка? Мне самому было скучно сидеть дома без дела. Но, отвечая на твой вопрос, не поэтому. Мой коллега-следователь не так давно умер. Среди молодых не нашлось подходящих кандидатур. Вот мне и предложили занять его место. А вы и рады были, товарищ Штрассер. Да, был. Как говорится, партия сказала «надо». Арсамист ответил «есть». Старовато вы для Оранжевого Союза молодежи, товарищ Штрассер. Невежливо, так говорит Фрэнсис. Лучше расскажи, как тебе новая должность. Чувствую себя полезным. Правда, голова кругом от количества дел. Только думал, что совсем на сегодня закончил, как прислали что-то из ОВБ. О, кажется, я знаю, куда ты клонишь, Фрэнк. Намекаешь, что для меня тут есть халтурка? Нет, товарищ Штрассер. Я бы не хотел беспокоить вас своими проблемами. Не волнуйся, Фрэнсис. Я буду рад помочь. Работать на благо трудового народа мне всегда в удовольствии. Если нужна будет моя помощь, обращайтесь. Фрэнсис, давай посмотрим, что тебе прислали из милиции. Надеюсь, что-то интересное. Так, в период с 13.09.88 по 16.09 были выявлены три случая причинения горожанам насильственной смерти в городе Железный 1, имеющий общие черты. Так, трое убиты. Так, так, так. Следствие предполагает, что это работа серийного убийцы. Такой вывод был сделан на основании полученных данных. Все жертвы являются партийными работниками из города Железный 1, а именно Рудольф Ратт, Карл Фишер, Арнольд Шнайдер. Жертвам были нанесены несовместимые жизнеудары в область грудной клетки с использованием аналогичного орудия преступления кухонный нож. Убийства были совершены в Басаарском районе. Все преступления были зарегистрированы в вечернее время суток. Рядом с телами были обнаружены ювелирные изделия из меди, амулет, брошь, гребень для волос. Свидетели происшествия не обнаружено. Также отпечатков пальцев не обнаружено. Фотографии с места преступления прикладываются к данному документу. То есть тут можно их посмотреть. Вот гребешок. Что-то тут еще. Короче, да, какой-то маньяк, судя по всему. Хм, хухонным ножом удары в грудь. Ну и силища должна быть у этого ублюдка. На фотографиях рядом с жертвами какие-то украшения. Интересно, может какое-то послание? Товарищ Штрассер, Фрэнк, я узнаю одну из них. Мне кажется, оно принадлежит моей подруге Элизабет Филлер. Ты уверен, Рэй? Мало ли похожих украшений. Элизабет как-то рассказывала мне, что это ручная работа. Думаю, она уникальна. Дело расследуем всего пять минут, а уже есть зацепка. Ладно, вы поезжайте поговорить с Элизабет, а я отправлюсь со всем этим в ВВБ. Заставлю их собрать побольше информации, найти подозреваемых, а то пока выходит какая-то ерунда. Договорились, товарищ Штрассер. У меня как раз рабочий день уже заканчивается. Рэй, подожди меня немного внизу, ладно? Я скоро спущусь. Без проблем. Что ж, удачи вам. До свидания, Фрэнк. Фрэнсис, точнее, прошу прощения. До свидания, товарищ Штрассер. Рад вас увидеть. Так, ну, вроде как, все, наверное, да? Ребят, ну, на этом мы будем с вами заканчивать. Традиционно уже мы в серию вкладываем два дня. Я надеюсь, дальше мы будем укладываться более-менее в этот хронометраж. Если вам понравилось видео, то обязательно ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Пишите, что вы думаете по поводу происходящего. Сравню со своими мыслями, так сказать. В общем, с вами был Грини, всего доброго, всем пока и отличного настроения. Пока-пока, ребята.